Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу вам показать и рассказать немножко о бутылках, с которыми я работаю. Вот в таких бутылочек я раздуваю над огнём. И у меня получаются вот такие бутылочки. Получается вот такая ровненькая, кругленькая бутылочка. И у нас уже получается больше полотна, и больше работы, и больше получается лепесточки. Вот с таких вот, чем с вот таких. Раньше я как-то этим не пользовалась. Ну, что-то вот не додумалась, что ли. И получается вот такая вот красота. И вот. Теперь с вот таких вот бутылочек у меня получаются вот такие бутылки. Тоже снимаю, мою и распариваю. Получаются бутылочки. Тоже получается хорошая площадь. Зелёные бутылки тоже распариваю. И получается вот такая вот бутылочка. Для работы. Если вы хотите, попробуйте сначала сделать, например, из каких-то таких вот, ну, просто обычных бутылок. Вот с такой вот бутылки из-под кваса получается вот такая вот бутылочка. Просто попробуйте на обычной бутылочке. Есть у меня ещё вот такие вот бутылочки. Это бутылки из-под Маунти Дью. Но таких уже бутылок, к сожалению, не выпускают. Бутылка из-под джентоника. Тоже таких бутылок не выпускают. Очень интересная для работы. Хорошо ложится, хорошо выворачивается. Здесь вот такая вот неровность. Идёт такие вот зигзаги какие-то на этой бутылочке. Получаются интересные, красивые цветочки. Вот бутылки из-под кефира. Вот у меня получилась вот такая вот бутылочка. Раздулась. И здесь раздувается и донышко. Тоже красивый, интересный получается из такого донышка цветочек. Вот бутылочки вот такие. Но я их пока не раздувала. Может где-то что-то придумается, какой-то цветочек. Может даже надо будет вот такая вот, где-то неровненькая. Или уже загнутая вот такая вот площадь. Площадь для цветочка. Есть бутылки вот такого вот плана. Здесь уже кружочки сделанные, выдавленные кружочки. Очень интересно тоже работать с такими кружочками. Они куда-то подходят под вставочки в цветочки. И как с внутренней стороны, так и с внешней стороны. Что еще хочу сказать. Для работы своих цветов у меня нет никаких таких сильных приспособлений. У меня есть вот такие вот хорошие ножницы. Пассатижи. Маленькие ножницы. Крючочек мой помощничек. Вот такая вот проволочка. Она мягкая и хорошая. Есть еще и проволочка. Чуточку поплотнее. Тоже хорошо, когда надо, чтобы ножка стояла посильнее. Чтобы не прогибалась и не падала. Есть потолще. Проволочка есть потоньше. Есть вот такая вот хорошая. Плотненькая. Хоть она тоненькая, но она плотненькая и устойчивая проволочка. Кто заинтересовался, да, есть еще у меня шило. Просто шило. Обычное шило. Кто заинтересовался, кому интересно, заходите ко мне на канал. Подписывайтесь. Кому интересно, как я делала такие цветочки. Всякие разные. Оставайтесь, подписывайтесь. И мы с вами и дальше будем продолжать делать красивые, интересные, фантазийные цветы из пластиковых бутылок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!